В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день января с погоды. Нередко бывает, что человек, посвятивший долгие годы своей жизни одной профессии, в какой-то момент решает резко сменить сферу деятельности. Так произошло и с нашей сегодняшней гостьей. Жанна Мусаева, известная певица, победитель многих престижных конкурсов. Оставив карьеру артистки, она решила посвятить себя политике. И сегодня своими планами Жанна поделилась с моей соведущей Беллой Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Жанна. Я рада тебя видеть вновь сегодня у нас в гостях. Повод у нас прекрасный. Сразу хочу тебя поздравить с тем, что ты, по версии ЮНЕСКО, стала человеком года, человеком земли 21 века. Так точно. За что столь престижную награду ты получила? Ну, я занималась и занимаюсь общественной деятельностью. Также это творчество мое. Ну и, соответственно, позвонили, сказали, что мы хотели бы вам вручить премию. Не премию, а статус. Ну и, соответственно, я очень сильно обрадовалась. Вручали мне его в Москве, в Государственной Думе. Ирина Алексеевна Бондарь. Насколько я знаю, сейчас, на данный момент, ты работаешь в Государственной Думе. Какие у тебя там функции? Чем ты занимаешься? Ну, вы знаете, занимаюсь, можно сказать, всем. Так же, как и все помощники. Вот помимо документации я езжу по республикам, откуда мой депутат. Ну и там веду, соответственно, работы тоже. Что нового тебе вот эта работа дает в Государственной Думе? Наверное, это и знакомство и с интересными людьми тоже, в том числе. Да, я практически каждый день вижу известных людей, там не только политики. То есть можно всех увидеть. Все, кто у нас на экранах телевизора, все в Государственной Думе находятся. Жанна, насколько тебе было сложно переключиться с творчества? Ты же много лет занималась творческой деятельностью, пойти в политику. И почему такой резкий ты сделала, ну, как сказать, наклон, направление изменила в своей жизни? Ну, как говорится, хорошего понемножку. То, что я пела, это было мое хобби. Вот. Мне не то, чтобы даже пришлось, а намного, мне кажется, что нужно расти дальше. И что связано все, что связано с политикой, мне это намного интереснее. И, соответственно, я как бы и ушла в нее. Так как я до этого работала уже в Государственной Думе с 2007 года, вот, ну и пригласили обратно вернуться. Конечно же, я не отказалась. То есть у тебя политические амбиции, ты полностью решила посвятить свою дальнейшую жизнь этому? Да. То есть я хочу попробовать себя в Народное собрание Республики Дагестан депутатом. Ну что ж, я желаю тебе удачи, я желаю успехов, я желаю тебе, чтобы твое политическое поприще тоже состоялось так же удачно, как и творчество. Спасибо. Ну и поздравляю со статусом. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия» ровно в 9. Смотрите «Вести» на черкесском языке, затем также программы черкесской редакции. А в 14.30 «Вести» Крачаева Черкесия с Алла Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Как голосовать, если заболел? Бабушка с утра в заботах, в телефоне ищет что-то. Вот и номер избиркома. Я проголосую дома. Взрослым гражданам страны все возможности даны. Даже тем, кто без движения, предлагается решение. Вызвать выборы домой, ящик взяв переносной. К ним комиссия приходит, процедуру производит. Оформляют им заранее с выездом голосования. Значит, выборы равны, граждане моей страны. Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. И удобно.